Есть научная генеалогия, когда люди выпускают книги, обрабатывают источники. Например, Петербургское очень существенное, есть такое Петербургское генеалогическое общество, Петерген оно называется, они там выпускают книги достаточно существенные, где помогают всем, то есть там списки петербургских чиновников, петербургских купцов, например, петербургские некрополи, то есть там древние захоронения, которые существуют в Петербурге. Поскольку я непосредственно сталкивался с тем, в каком виде находятся документы, с которыми мы берем информацию о своих предках, в частности о тех, которые погибли на войне, я в определенный момент начал ощущать ужас, просто я почувствовал, что волосы шевелятся на голове, по какой причине. Дело в том, что во время войны, как вы знаете, огромное количество людей считается пропавшими без вести. И в определенный момент я говорю, я вот начал вот эту вот область, связанную с военной генеалогией, то есть когда люди обращались ко мне, чтобы я нашел пропавших без вести предков. Я оценивал это примерно в 25-30 тысяч за результат. И я не нашел ни одного. Я не нашел ни одного. Почему? Я начал в это вникать. Оказалось, что в 90% случаев человек пропавший без вести, это тот человек, который был во время войны призван в военкомат, и из этого военкомата попадал в какую-то часть, которая, например, была во время войны сметена полностью, вместе с архивом. То есть была уничтожена вместе с архивом и не могла отправить списки погибших. То есть вот на сайте, на этот сайт, если вы зайдете, там очень много списков погибших, но для того, чтобы эти списки попали в Москву, часть должна была существовать. Если немцы ее разгромили полностью, то никакого архива, никакого штаба, никого больше не оставалось. Понимаете, все, они были смешаны с землей фактически, да, получается. Если же... Или второй вариант, например... То есть примеры тотального, когда просто вот ни одного человека не осталось. Конечно. Нет, ну это не просто какой-то солдат вышел из окружения, он же не является штабистом, который ведет все эти документы. Понимаете, имеющий право... Конечно, да. Потому что штаб, как называется, документы части, это, как правило, такой металлический сейф достаточно существенный. Там документы, которые достаточно строго хранились. Вот. Второе, очень много людей погибли, когда эшелоны шли, и они бомбились, и разбомблились целый вагон с людьми. И в этом случае списки тоже не составлялись, то есть им некому было составлять. И таких людей сотни тысяч. Сотни тысяч. И тогда я подумал, а где эти люди фиксируются в последний раз? В военкомате. Откуда они призывались? Если сравнивать списки, вот, например, десять человек были отправлены из военкомата Х в определенную воинскую часть. Вот эти три человека доехали, а о семье ничего не известно. Значит, информацию о семье надо искать, исходя из того, куда были отправлены вот эти три. Правильно? И когда я это понял, я понял, что необходимо обрабатывать документы военкомата. Вы бы их видели. Вот если вы меня забудете, фотографии дома. Это амбарные книги, которыми мы пользовались 50 лет. Они все затерты до дыр. Они все скреплены где-то клейкой лентой, которая съела где-то там несколько букв. Кстати, фамилии стали нечитаемы абсолютно. Где-то подмокли, где-то подгорели. Когда в Агушетии работал в одном из военкоматов, там корешки, потому что был пожар, корешки обгорели. Вот берешь дела с ними, работаешь, у них обгорели корешки. И я просто поразился, почему эти документы до сих пор не обработаны. Но я был наивный человек, потому что я начал дальше в это вникать. Маленький факт. В Германии первая книга памяти, которая была на самом деле не книга памяти, а книга поиска скорее, вышла в 1958 году с фотографиями. В СССР первое решение о создании книги памяти, где вы просто по региону должны были быть списки погибших, было принято в 1988 году, 30 лет. Как идет поиск, шел и всегда шел поиск в Германии. Это вы направляете, у меня солдат вермахта служил там-то, там-то, и я о нем не имею сведений. Это заносится в архив немецкой поисковой службы как кейс, как поиск. Вот пока он не будет закрыт, висит сигнал, что вот этого человека ищут. Когда о нем какие-то сведения, которые точно говорят, все, я точно видел, он погиб, вот этот поиск закрывается, что скорее всего он погиб там-то, остался там где-то на полях житомерщины. Вот этот человек это видел. Поиск закрывается, он из списка пропажных без вести, исключается. В СССР как это выглядело? Человек ищет там, жена ищет мужа, мать ищет сына, она направляет письмо в военкомат. Военкомат направляет письмо в отдел потерь по учету личного состава в Москву. Там на него ничего не находят, факт обращения правда фиксирует, что такая запрашивала в такое-то время и обратно присылает отрицательный результат. Никакого здесь маячка, что его ищут, то есть даже если на него потом пришла информация, что его нашли, ее никто не осведомляет. Уже в 80-х годах, в 90-х поисковики находили очень часто смертное батальон, такие смертные жетоны, в которых были истлевшие записки. И в этом смысле они уже, поисковые отряды, через военкомат находили этих родственников и им писали, никакой государственный орган на протяжении всего времени существования советской власти и сейчас этим не занимался никогда и не считал. То есть, например, вот эти очень многие люди, которые пропавшие без вести, они очень часто вернулись. Просто, представляете, полк разгромили, три человека вышли из окружения и их отправили служить в другую часть. Но, по-первых, они будут числиться как пропавшие без вести. И некоторые люди, которые висят на этом сайте как пропавшие без вести, они даже не погибали. Они прожили до 70-го года и умерли в своей деревне. Но они все равно будут числиться. Почему? Потому что нигде не стоит задача, что вот это вот маячок, который надо погасить, понимаете? Система так не построена. И, соответственно, получается, что до сих пор вот это так. Поэтому висит сейчас, на настоящий момент, пять миллионов человек, пропавших без вести. Я поднял буч по поводу того, что эти документы надо напечатать и опубликовать. Бросил клич на сайте. Самый популярный генеалогический сайт, где вас могут бесплатно обучить стать генеалогом, любителем хотя бы, да? Форум.вгд.ру. Рекомендую. И мне напечатали 25 страниц страшного, потертого журнала Красносельского военкомата Санкт-Петербурга за два дня. Молодец. Бесплатно. То, что существовало в нечитаемом виде, предстало в виде отличного вордовского сайта. На моем сайте можно посмотреть. RussianMemory.ru тут все написано. Меня просто снесло крышу, потому что я говорю, что, слушайте, а давайте попробуем это хотя бы с одним военкоматом сделать полностью. Там же все появится. Команды, которые выходили с этого военкомата, да? То есть, какой день, какая группа, можно высчитать, куда они пошли. Куча людей, которые числятся пропавшими без вести, проявится, да? О них можно будет узнать, куда они попали. И что же вы думаете? Сначала такая битва была со Сочи. Гражданские разрешили, сказали, мы предоставим гостиницу, отличная идея, военные запретили. Когда человека призывали на фронта Великой Отечественной войны, на каждого заводилась карточка, в которой четко писалось, куда он был отправлен. В 1950 году был приказ эти карточки отправить в архив Министерства обороны в Подольске. После этого эти карточки никто не видел. После этого эти карточки никто не видел. 99% что они были уничтожены. 70% людей, которые сейчас числятся пропавшими без вести, с помощью этих карточек можно было восстановить. Кто дал приказ их уничтожить? Почему? До сих пор не ясно. Но эти журналы, это то последнее место, куда эта информация хоть в сокращенном виде из этих карточек переписывалась. Это последний источник. Но до сих пор во всех военкоматах, если вы скажете, что вы хотите это обработать и напечатать, хотя это не секретная информация, они рассекречены тысячи раз, вам скажут, а что вы к нам-то обращаетесь? Мы эту информацию всю послали в Подольск. Хотя в Подольск она пришла, но там ее нет. Вы можете прийти и спросить, вам скажут, а к нам она не поступала. То есть она вышла, но не пришла. Понимаете, да? В Сочи сказали, что военные не сдались. В Питере. Нанесли уже, зная это, нанесли удар. Военкомат Санкт-Петербурга Качковский сказал, нет. Сначала он сказал этих документов, нет. Я ему прислал фотографии. Тогда он сказал, это служебные документы, нет. Мы нанесли удар, короче, отправил письмо Павлу Тарченко, который губернатор Санкт-Петербурга, и сделали репортаж на Вести в Санкт-Петербург. Сейчас второй этап битвы. Я был в Ингушетии в марте и знал, что там очень многим военкоматам из-за боевых действий документы не сохранились. То есть конкретно осталось 4 военкомата, где остались списки призванных. То есть возможно, то есть объем работы возможный для одного-двух человек. И я придумал, как эту работу сделать. Приезжая туда, как я был в Ингушетии в Сунжинском военкомате, фоткаем эти все снимки. После этого бросаем клич по сайтам, по чеченским и так далее, по генеалогическим. Типа, делаем книгу вместе. Книга называется «Они признаны СЧС СССР», Чечено-Небушеское СССР. Люди, там чеченцы, там русские, вообще все. Эти все списки волонтерские набивают. Это делается элементарно. Вот это я делал своими руками. А мы еще к тому же пиаримся в это время через газеты, что проект реально хороший, потому что все получают, реально вся Россия, все высшие СССР восстанавливают списки тех, кто был призван на войну по Чечне. Это как бы знаковая такая вещь, мне кажется, классная. Вот. И, действительно, в Чечне это разрешили. То есть, они сказали, приезжайте, и это можно делать. И потом издаем эту книгу. Ну, встал вопрос. Поскольку Чечне и Ингушетия была одна республика, надо было, чтобы разрешили им Ингушетия. Разрешили им Ингушетия. Вот сейчас в августе, короче, поедем туда уже такая наша небольшая группа с фотоаппаратами наперевес, и будем это все делать. Привезем потом вот такой, наверное, штук пять жестких дисков на пару терабайт. Зальем это все в какой-нибудь файловый фотофайл.ру, да? И уже заранее договорившись с чеченскими там организациями... Вы на сайте будете публиковать или бумажные? Нет, надо, чтобы это напечатали. Нужно, чтобы это напечатали. Понимаете? Чтобы это было искомо, по алфавиту искомо, по военкомату искомо, по календарю искомо и так далее. И чтобы люди... Мне кажется, там уже сарафанное радио пойдет. Просто вот, например, у него есть время, он взял в Word, в самом простом просто редакторе. Взял это, напечатал хотя бы одну страничку, две. Мне на почту скинул. Тут же сидит, например, вот если у меня крыша поедет уже, бригадир, два бригадира еще можно, да? Они раз, это значит по такому военкомату список выстраивают, что-то отредактировали, все. И это все нормальная рабочая схема. То есть без каких-то огромных вложений государственных, да? Вот по уму вот это все можно осуществить. У меня сейчас вот такая есть мечта. И конкретно первый этап ее вот мы осуществляем вот уже в августе. Почему Ингушетия? Почему я оказался в Ингушетии? Заказ был тоже в пропавшей без вести. Призывался из Ингушетии, казах, станицы Троицкой. Не нашел. И я понял, в чем все эти проблемы. Вот в этом же тоже призван был, куда попал неизвестно. И я понял, что это надо решать массово. Ну, к тому же это же как бы классно, когда ты историк учился на что-то и действительно что-то делаешь, что значимо. До этого я изначально уже делал образовательные проекты в Дагестане, в Кубардино-Балкарии, в Карачао-Черкесии. А в марте я был действительно в Ингушетии, потому что у меня был заказ, связанный с казачьей генеалогией станицы Троицкой. Мне очень понравилось там. И в связи с этим мне захотелось что-то сделать для Ингушетии, для Чечни. И я придумал вот этот проект, они призывались через ЧАССР, который должен воссоздать списки людей, которые призывались с территории этой многонациональной республики в 1941 году, для того, чтобы в том числе убрать вот эти всякие разговоры, которые связаны с тем, что чеченцы ингушей не служили, потому что в Брестской крепости было очень много ингушей, героически оборонили Брестскую крепость. Другие национальности очень много призывалось с территории этих двух республик. И я хочу, чтобы в составлении, потом в набивке этих списков принимала участие вся Россия. Мне кажется, это будет очень значимо и интересно, самое главное. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok